В Доме правительства прошло внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. В обсуждениях организации и ухода летней кампании в режиме видеоконференц-связи приняли участие также представители муниципальных органов и руководители загородных организаций отдыха и оздоровления. Ахмад Халкечев продолжит. Открывая работу межведомственной комиссии, глава Республиканского Миноборнауки Инна Кравченко особо отметила высокий уровень отлаженной работы пришкольных лагерей как в организационном, так и в методическом планах. Все образовательные и воспитательные программы реализованы качественно и должным образом, подытожила министр. В пришкольных лагерях отдохнули свыше 6 тысяч детей. Я благодарю каждого из вас, что вы своевременно реагируете на те меры профилактические, которые необходимо проводить в летнюю оздоровительную кампанию. И помогаете сделать нам этот отдых ярче, лучше и безопаснее. Ну а самая горячая пора сейчас наступает у загородных лагерей. На сегодняшний день свой летний досуг в них провели более 1 тысячи детей. Вопросов на повестке комиссии было немало. Но особое внимание участники заседания акцентировали на обеспечении безопасности в местах массового пребывания детей и подготовку всех категорий специалистов, которые будут задействованы в летней кампании. Как поведал ректор Республиканского института повышения квалификации работников образования Александр Гурин, на сегодняшний день они подготовили свыше 1 тысячи специалистов всех категорий. В этом году впервые была реализована программа «Школа вожатого. Мастерство. Основы теории и практики деятельности вожатых в организациях отдыха детей и их оздоровления». Также 36 часов программа, 16 часов практических занятий, 8 лекций и 12 самостоятельных занятий. Количество прошедших курсов по этой программе составило 60 человек. Тогда как в заявках, по которым составлялось его задание, была потребность только ответить слушателям. Природа нашего теоретического края, помимо ярких впечатлений, гарантированно благоприятствует укреплению здоровья. А это, в свою очередь, обеспечивает поток детей из других регионов страны. Около 400 детей отдыхают сейчас в нашей республике из Старобельского района ЛНР. Также до конца лета ожидается группа из Белгородской области. Ахмат Халкищев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкезия.